Друзья, приветствую вас на канале «Одобренные», на котором мы размышляем о Боге, Его слове и о том, как жить полноценной жизнью, имея перед глазами вечную перспективу. Сегодня поговорим о том, каким же чудесным образом Старый Завет изображает Иисуса Христа и о том, как этот образ помогает нам сегодня лучше понять изначальную цель Бога по спасению человечества. Сегодня я предлагаю рассмотреть хотя бы один из таких образов. Многие слышали словосочетание «манна небесная». Многим также известно, что это была пища, которой Бог снабжал свой народ в пустыне после того, как вывел их из египетского рабства и ввел в обещанную святую землю, на территорию, в которой сегодня располагается город Иерусалим. Кто-то может подумать, что манная каша, которую так не любят дети, и является тем лакомством, которое еврейский народ употреблял в пищу несколько тысяч лет назад. Но все, что у них есть общего, это название, которое действительно произошло от той пищи, которой питался еврейский народ в пустыне. Ну а названа эта пища была так только потому, что когда евреи увидели на поверхности пустыни тонкие, как иней, круглые хлопья, они начали говорить друг другу «манху», «манху», что в переводе с евреи означает «что это?», ведь они никогда в жизни не видели ничего подобного. Так и вошла в историю небесная пища под названием «что это?». Поэтому, говоря манно, мы по-прежнему задаем тот же вопрос, который тогда задавали друг другу евреи, а именно «что это?». Так что же это за пища была такая и пришлась ли она евреям по душе. Из Библии мы узнаем, что, покинув Египет, евреи хотели есть мясо. И, вспоминая о том, как часто они ели мясо в Египте, они корили Моисея за то, что он вывел их из Египта. Но на самом деле они корили не Моисея, а самого Бога. Поэтому Бог в своем гневе сделал так, что это мясо лезло у них из ушей, наслав на место, в котором они расположились станом, перепелов, чтобы они насытились. На самом деле, мы понимаем, что Богу не составило бы никакого труда кормить евреев мясом хоть каждый день, насылая на стан хотя бы все тех же перепелов. Однако, почему-то для Бога было важно, чтобы евреи приняли именно ту пищу, о которой они раньше не слышали. Была ли эта пища вкусная? Библия называет эту пищу хлебом. Она была похожа на кориандровое семя, на вкус как медовая лепешка или корж, испеченный в масле. Она была тонкой, круглой, белой, подобной инью, но при этом твердой, на что указывает тот факт, что израильтяне мололи ее между двумя жерновами, чтобы потом варить ее в горшках. Небесная манна также была подобна по виду драгоценному камню бдалах. То есть, скорее всего, была такая же прозрачная и светлая. Из описания манны понятно, что она была привлекательна на вид, приятна на запах и сладка на вкус. Но израилетяне тосковали по мясу. А впрочем, если людям нравится мясо, если они к нему привыкли, зачем навязывать совершенно другой продукт, который им не по душе? Дело в том, что у Бога ничего не бывает просто так. Ведь Бог знал обо всем, что произойдет, и о том, как Он спасет человека еще в самом начале. И поэтому Библия четко говорит нам о том, что весь Ветхий Завет свидетельствует об Иисусе Христе. Когда Иисус Христос говорил своим ученикам, что весь закон и пророки были о нем, Он тем самым косвенно подтвердил, что и манна небесная была ничем иным, как прообразом той небесной пищи, которой является сегодня Иисус Христос. А это значит, что Иисус Христос сегодня, этот небесный хлеб, прообразом которого является манна, должен быть для нас настолько же приятным на вид, сладким на вкус, светлым, чистым, драгоценным, белоснежным, освежающим и насыщающим нашу душу, как и манна небесная тогда для евреев в пустыне. Манна была прообразом той духовной пищи от Бога, которую мы, верующие в Иисуса Христа, имеем сегодня в Иисусе Христе в избытке. Именно поэтому Иисус Христос сказал своим ученикам, что Он является живым хлебом, сходящим с неба. И что если кто-нибудь будет есть от этого хлеба, то будет жить вовек. А это значит, что нам нужно следить не только за своим физическим рационом, позволяющим нам поддерживать тело в нужной кондиции, чтобы продлить нашу земную жизнь, но также нам следует следить и за духовным рационом, который приближает нас к царству небес на новой земле, к месту нашего конечного назначения и дает нам также надежду на вечную жизнь. Надежду, которая не посрамляет, потому что любовь Бога изливается в наших сердцах через Святого Духа. И каждый, кто исповедует устами свои грехи перед Богом и признает Господа Иисуса Христа своим Спасителем, обязательно получит дар Святого Духа. И этот дар Святого Духа будет открывать человеку Бога во всей его силе, красоте, мудрости и славе. А что же тогда символизировало мясо, которое так жаждали есть израильтяне? Оно являлось прообразом плотской пищи, которую еврейский народ ел в Египте. А сам Египет, в котором еврейский народ так непозволительно долго оставался, является прообразом мира, от которого Бог желает нас отделить. И отделяет, когда мы принимаем Господа Иисуса Христа своим Спасителем и начинаем есть нашу небесную манну. И в отличие от детей, которым манная каша не нравится, Божьи дети обычно в восторге от небесной манны в образе Иисуса Христа, живущего духом в верующих. Бог хотел, чтобы Его народ ел особенную пищу, приготовленную самим Богом для своих детей. Сегодня Бог приготовил для нас тело Иисуса Христа, потому что не нашел больше отрады в жертвах и приношениях животных. Он приготовил тело, которое было отдано на смерть, чтобы выкупить всех людей из плена сатаны и темных сил и сорвать таким образом с человека оковы смерти. Когда Иисус на тайной вечере заповедал своим ученикам есть его плоть, за них ломимую, Он говорил им о той небесной пище, которую приготовил для нас сегодня Бог. А когда Иисус воскрес, Он стал животворящим духом и обитает в каждом члене тела Христова, в каждом верующем в Иисуса Христа. Поэтому все тело Христова, все верующие, призваны питаться духовной пищей, которой, образно говоря, и является наш Господь Иисус Христос, а также вспоминать об этом, символически преломляя хлеб до тех пор, пока он не вернется снова. Иисус сказал, что хлеб, который Он нам дает, это Его плоть, которую Он отдал на кресте за жизнь мира. Друзья, когда мы, будучи спасенными, тянемся к мирской жизни, когда мы ищем, все еще ищем удовлетворение в мире, мы, как те израильтяне, которые тосковали по мясу, хотим вернуться в духовный Египет, чтобы быть плотскими, чтобы, образно говоря, есть мясо. Не поймите меня неправильно, это не призыв к вегетарианству. Но когда мы посвящаем свою жизнь хождению с Богом и пребываем в нем, наслаждаясь Христом и Божьим Словом, мы становимся духовными, питаясь хлебом с неба, нашей небесной манной сегодня. А как говорят мудрые люди, мы есть то, что мы едим. И это утверждение является верным как в отношении нашего тела, так и в отношении нашей души. Когда мы питаемся духовной пищей, мы как бы соединяемся с Иисусом и становимся с Ним одним Духом. Мы как будто сообразуемся и сливаемся с Ним в единое целое, для того, чтобы Его праведность перед Богом была в конечном итоге применена к нам, и для того, чтобы мы воскресли к вечной жизни так же, как воскрес и наш Господь. Есть духовную пищу, есть Христа – это не что иное, как насыщаться Божьим Словом, пребывать постоянно в молитве и общении с Богом, иметь общение с другими верующими и творить добро. И тут нужно сделать оговорку. Дело в том, что творить добро мы должны не для того, чтобы спастись, потому что мы не спасаемся делами, это Божий дар, а потому что это естественное следствие и свидетельство того, что мы спасены и Дух Божий живет в нас. Это должно быть нашим природным желанием. У небесной манны была одна особенность. Она портилась на следующий день, и поэтому израильтянам нужно было каждое утро собирать ее снова и снова. Если кто-то оставлял какую-то часть для употребления на следующий день, в ней заводились черви, и она отвратительно пахла. Подобно этому и для нас хорошо, когда мы каждый день питаемся духовной пищей и делаем это, начиная с самого утра, и не откладываем это на следующий день. Этот принцип мы видим и в других местах Писания. Иисус говорит нам не заботиться о завтрашнем дне, потому что довольна для каждого дня своей заботы. С другой стороны, манна, которая была собрана на шестой день, и та, которая хранилась в золотом сосуде, в святом святых в Скине, она не портилась. Это подтверждает особенность данной пищи и то, что она была не была чем-то простым, она была чем-то чудесным, чем-то, что не поддается человеческой логике и полностью подвластна установленному Богом порядку. Да и в святом святых золотой сосуд, наполненный до краев манной, хранился не как резерв, оставленный на черный день. Полный гамор манны, а это приблизительно 2-4 литра или 2 килограмма, должен был храниться в Скине в ковчеге, в котором потом хранились скрижали с десятью заповедями, а сам ковчег завета находился в святом святых. И там этот небесный хлеб должен был находиться с того момента всегда, чтобы еврейский народ видел и помнил, чем Бог кормил их после того, как вывел их из Египта. Один гамор манны был тем количеством, которое собирал и съедал каждый из народа в один день. Библия говорит нам о том, что как манна небесная, так и сам ковчег завета, в котором хранился полный гамор манны, были прообразами Иисуса Христа. А после того, как в Иерусалиме был возведен первый храм, ковчег завета был перемещен туда. Иисус Христос сказал нам, что теперь наши тела являются храмом, наши тела являются сосудом, и поэтому, когда мы каждый день насыщаемся духовной пищей от Бога, наслаждаясь Иисусом Христом, мы получаем полноценное сбалансированное духовное питание, достаточное на целый день для того, чтобы нашим духом пребывать в общении с Богом, в святом святых, и для того, чтобы Иисус Христос своим духом мог полностью наполнить наш сосуд, наш телесный храм. Ну и наконец, в книге Откровения Иоанна, главе 2, стихи 17, Божий Дух обращается к церкви и говорит ей о том, что побеждающим верующим он даст право вкушать сокровенную манну. Христиане призваны стремиться быть побеждающими. Побеждающими и этот мир, не ведясь на всю его официальную ложь, которая нас кормит с рождения, побеждающими официальный религиозный мир со всеми его оккультными ритуалами и откровенным идолопоклонством, а также побеждающими те искушения, которые то и дело подбрасывает нам дьявол и сатана. И делая это, мы будем становиться духовными. И если мы будем сегодня питаться всеобъемлющим Иисусом Христом, нашей духовной манной, то завтра он даст нам вкушать эту сокровенную, то есть скрытую манну, которая будет для нас такой же желанной на вид и такой же приятной на запах, как и та манна, которой мы питаемся сегодня в Иисусе Христе. Она будет своего рода продолжением той манны, которую мы призваны есть сегодня. Как когда-то произведения обетованной земли, после сорока лет скитания израильтян по пустыне, были продолжением манны, которую они ели в пустыне. Богатые произведения обещанной земли являются своего рода прообразом скрытой манны в будущем, небесном Иерусалиме для нас на обновленной земле. А на сегодня все. Чтобы проверить сказанное мной, пожалуйста, возьмите Библию или воспользуйтесь ссылками на ключевые места из Писания, которые я привел в описании к этому видео. Если вам было интересно и вы хотите размышлять над Божьим Словом вместе, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поделитесь этой ссылкой на видео, чтобы поддержать распространение Божьего Слова. А я вам желаю мира и всяческих Божьих благословений! Субтитры подогнал «Симон»!